Здравствуйте, ребята! Вас приветствует Звенигородская вибротека номер 2, литературный клуб «В добрую сказку зовём». Сегодня я познакомлю вас с замечательным писателем, сценаристом Львом Абрамовичем Кассилием. 10 июля исполнилось бы ему 115 лет со дня рождения. Родился писатель в Приволжской Слободе, Покровской, ныне город Энгельс, на Волге. В семье врача. Я прочитаю вам сборник «Твои защитники», отрывки из рассказов о войне, воздух и защитнике наших морей. Вы узнаете о зенитчиках, подводниках и других, кто охранял нашу Родину. Садитесь и слушайте. Ночь. Спят люди, и ты спишь. Тихо, кругом, но враг не спит. Высоко-высоко в чёрном небе летят немецкие самолёты. Они хотят пробраться к нашему городу. Они хотят бросить бомбы на наши дома. Всё ближе и ближе к городу вражеские самолёты. Никто не видит их в небе. Спят люди, и не слышат, что летит на них враг. Но вокруг города, в лесу и в поле, притаились наши защитники. Они сторожат небо. Они охраняют город. Они не спят всю ночь. Звезда упадёт и её заметят. У защитников города большие широкие трубы. Стоят защитники у своих труб и слушают. Тихо ли в небе? Не гудит ли где-нибудь наверху мотор? Через эти трубы всё слышно. Птица пролетит, и ту услышат. И вот припали защитники города к своим трубам. Слышат, урчат вышине моторы. Не наши моторы, фашистские. И сразу звонят по телефону начальнику защиты города. Враг летит, будьте готовы. Встречайте фашистов как полагается. Сейчас же на всех улицах города и во всех домах громко заговорило радио. Граждане, воздушная тревога. И в ту же минуту раздаётся команда для всех защитников города. В воздух! Бросаются к своим орудиям зенитчики. В воздух! И заводят моторы своих самолётов лётчики-истребители. В воздух! И зажигаются дальнозоркие прожекторы. Враг хотел незаметно пробраться. Не вышло. Его уже ждут. Защитники города на местах. Дай луч! И по всему небу загуляли лучи прожекторов. По фашистским самолётам огонь! И сотни жёлтых звёздочек запрыгали в небе. Это ударила защитная артиллерия. Высоко вверх бьют зенитные пушки. Вот где враг! Бейте его! Говорят прожектористы. И прямые светлые лучи гонятся за фашистскими самолётами. Вот сошлись лучи. Запутался в них немецкий самолёт, как муха в паутине. Теперь его не только слышно. Теперь его всем видно. Прицелились зенитчики. Огонь! Ещё раз огонь! У зенитчиков меткий глаз, верная рука, точные пушки. У прожектористов сильный луч. Не вырваться немцу. Цепко держит его в небе. Лучи прожектора. Не уйти врагу в темноту. Влево кинулся фашист. И там его поймал прожектор. Вправо он бросился. И тут его словил луч. Огонь! Огонь! Ещё раз огонь! И попал снаряд. Зенитки в самый мотор фашиста. Повалил розовый дым из немецкого самолёта. И стал немец падать. А прожектор всё не отпускает его. И рухнул на землю немецкий самолёт. Не удалось ему пробраться к городу. Долго ещё потом ходят по небу лучи прожекторов. И слушают небо своими трубами защитники города. И стоят у пушек зенитчики. Говорили краснофлотцы. Не ходи, фашист, в наши моря. Худо будет. Уходи подальше от советских берегов. Не послушали фашисты. Посадили тысячи своих солдат на пароходы. Загрузили корабли танками и пушками. И поплыли фашисты в советские моря. Но зорко сторожит наши моря красный флот. Забурлила вода. Раступились волны. И помчалась навстречу вражеским кораблям Наша подводная лодка. Вся она в воде. Только трубка торчит над волнами. Через эту трубку подводники видят всё, Что на море делается. Разглядели они фашистские корабли. Прицелились и пустили по волнам Длинный снаряд торпеду. Попала торпеда фашистский пароход. Грохнул взрыв. Целая гора из огня и воды Поднялась над морем. Прицелились подводники ещё раз. Пустили вторую торпеду. Угодила она в другой фашистский корабль. Опять загрохотала. Запылал огонь. Рванулась кверху вода. Разорвало железные бока У фашистских кораблей. Полилась вода внутрь пароходов. Стали они валиться на бок. Один нос задрал кверху, Другой корму. Посыпались в море пушки, танки, грузовики. Покатились бочки по палубам. Попадали в воду фашистские солдаты. Скоро всё пропало под водой. Пошли фашисты на дно, к рыбам. И снова тихо на море. Ходят по морю. Дозорные наши корабли и подводные лодки. Шагают по берегу часовые у морских пушек. Не ходи, фашист, в наши моря. Много у нашей Родины друзей и разных в разных странах. Но есть и злые враги. Те, что привыкли чужим трудом наживаться. Чужое добро грабить. Ненавидят они нашу мирную трудовую страну. Но крепко охраняет Родину наша российская армия. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...